Образование для богатых. Тысячи студентов и школьников Италии вышли на улицы сразу нескольких городов, не согласные с этой закономерностью. Лозунгами, плакатами, дымовыми шашками и даже силой они попытались привлечь внимание взрослых к своим проблемам. Столкновения с полицией были неизбежны. Репортаж Юлии Гончар. Не остановил студентов и школьников даже прогноз погоды, обещавший затяжной дождь. Может быть потому, что терпение у них заканчивается, образование недоступно. Вот главная проблема и претензия. Несколько сотен подростков вместо того, чтобы сидеть за партой, идут маршем по центральным улицам Рима. Они требуют для себя будущего, возможности учиться и работать. Каждое пятое здание школы в стране небезопасно. Занятия идут в тесных классах и без лабораторий. Цены на обучение стали неподъемными. У многих нет возможности учиться. Цены все растут и растут. Даже на учебники, на проезд в общественном транспорте. Образование в Италии – привилегия богатого класса. Классу народному, так сказать, она становится недоступна. Последняя реформа, получившая название «хорошая школа», не изменила этой ситуации. Напротив, намерение разделить учебные заведения на категории А и Б для богатых и бедных окончательно закрывает последним доступ к качественному образованию. Сотни студентов не хотят видеть школу такой, какой делает ее правительство Матео Ренци. Это не та школа, в которой мы бы хотели учиться. Я хочу иметь возможность выразить себя в школе, соревноваться как личность и не чувствовать себя притесненной, не чувствовать страха. Я хочу школу, в которой можно расти. Римских студентов поддержали в ПИЗе, забросав яйцами здание провинциальной администрации. В Болоне манифестанты попытались прорвать оцепление полиции. Произошло столкновение. И, как кажется, далеко не последнее. За первым протестом последуют новые. Возможно, даже на следующей неделе. Студенческая осень. Обещает быть жаркой. Юлия Гончарма, Семилиано Вольпе, 24КЗ, Италия.